Недавно один еврей попросил меня объяснить ему о том, кто такой Дух Святой. И в его понятии это было совершенно не то, что представляет христианство. Как просто и доступно объяснить о том, что Дух Святой является Богом архатоксальному еврею. Многие евреи говорят, что я не знаю, кто такой Дух Святой или я не верю в Дух Святой. Или многие говорят, что это христианская точка зрения, это концепция христианская. И то, что я делаю, показываем начало Торы. в первое бытие, второй стих, там, где написано, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой. Это Дух Божий. Руах шел Адонай. И на иврите это говорится о Духе Божьем. И когда я говорю, я направляю их сразу в начале Торы, что это Дух Божий. Это говорится. И много-много примеров в Танахе, где описывается Руах. Руах, Дух Божий. И много-много других мест Писаний. Для меня это самый лучший путь, как по мне, то и показать им в Торе, где написано. Это Исаия 48, 16. История 48, 16 стих. История 48, 13. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, что они предстанут вместе. Ой, прошу прощения. Пай 16. Приступите ко мне, слушайте это. И я сначала говорил не тайно с того времени. Я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его. Изначально Дух Божий был там. Он был вовлечен в творение. Изначально. И это в Торе, в Танахе написано. И когда еврейский народ не знает о Духе Святом, это просто игнорирование этого вопроса. Потому что и еврейское Писание имеет очень много мест Писания, где говорится о Духе Божьем. Они не говорят Дух Святой, они говорят Дух Божий. Или вы, вы, когда говорите с ними, можно не всегда говорить Дух Святой, а это Дух Божий. Потому что они знают, что Бог, Он есть Святой. Что Дух Божий, это и есть Святой Дух. Потому что это единственный Дух, который Бог имеет. И надеюсь, что это ответит на ваш вопрос. Да или нет, Саша? Частично, нет? Я хотела еще просто по этому поводу спросить, почему в Новом Завете говорится Дух Святой и не употребляется Дух Божий? Почему в Новом Завете они не используют Дух Божий? Это терминология, которую они использовали. Я думаю, что на самом деле не имеет значения, что используется Дух Святой или Дух Божий. Я думаю, что в Новом Завете это более конкретно говорится, когда говорится о Духе Святом. Потому что Дух Святой, Он открыт как Личность. что в Старом Завете Дух Святой как Личность, она не раскрыта так, как в Новом Завете. И здесь нету противоречия, вообще никакого нету между Старым и Новым Заветом в описании Личности. Но под Новым Заветом Дух Божий, Дух Святой приходит и живет в Личности каждого человека. В Старом Завете Дух Божий Он обитал или Он находился над человеком какое-то время. Он находился, ну, так описывая, для определенной цели или функции. Но Он раньше не жил постоянно, как сейчас. И вот, если в Новом Завете идет более четкое описание, кто является Иисус, Новый Завет также более четко определяет функции Духа Святого. И, возможно, потому что было написано в греческом языке, потому что так было написано. Некоторые люди верят, что Новый Завет был написан на иврите вначале, но нет доказательств, что было написано на иврите. Но это тот же самый Дух. Вопрос такой. Общаясь с евреями, они считают, ну, как бы, когда касаясь вопроса спасения, они считают, что человек, он состоит, в принципе, из трех составляющих, но их концепция, она отличается от... Они верят, что есть Нефеш, Нешама и есть наше физическое тело. То есть, когда речь идет о рождении свыше... about God the Son, God the Spirit, and... God the Father, God the Holy Spirit. So they believe in the three... Three parts. Да, что душа состоит из Нефеша и Нешамы. That soul from the Nevesh and... Нешама. Что есть руах. That there is руах. Но он как бы не занимает центральную часть. И все это живет, так скажем, в оболочке, которая называется телом. Когда христиане говорят, они говорят о том, что твой дух будет рожден свыше. Они подразумевают о том, что дух, в общем-то, никакого значения как бы особого но для них the Spirit doesn't make any... doesn't play a major role. Как лучше объяснить вот такие вопросы, что же происходит во время рождения свыше? What does it happen in the process of being born again? Именно в разрезе ортодоксального учения. Taking in consideration orthodox teaching of Judaism. Yeah. Well, the New Testament says that the man without the Spirit of God cannot understand the things of God. написано, что человек не может понять пути Божьи. But that even the word of God is spiritually discerned. Даже слово Божье, оно духовно можно, оно можно различить духовно слово Божье. И концепция Духа Святого в ортодоксальной точке зрения, она очень расплывчатая. Даже нету согласия в ортодоксальном мире, что такое Дух Святой, ну, даже согласия среди них, что такое. Потому что Дух Святой, они, это они не думают о Нем. в общем. Потому что они не имеют Духа Святого. Я помню, что меня когда-то спросили до того, как я покаялся, этот человек пришел и спросил меня, а ты хочешь, чтобы Господь пришел к тебе и жил внутри тебя? И для меня это очень странная вопрос, для меня был очень странный вопрос. Я подумал, как же Бог может жить в моем сердце? Потому что Бог такой большой, Он такой святой, где-то там, как Он может прийти и жить у меня в сердце? Он пригласил меня к себе в офисе, и Он объяснил мне больше. Но Он в основном объяснил Евангелие для меня. и основная и основная мысль, основная главная ключ был не то, что кто такой Дух Святой был, а кто и является Иисус, Мессией, что Он и Спаситель. что мне нужно принять Иисуса, потому что Он исполнил закон и пророчество. И я пригласил Его, конечно, и автоматически Дух Святой вошел и жил во мне. На тот момент у меня даже общей идеи не было, кто такой был Дух Святой и какая функция. Но Дух Святой зашел в мою жизнь и Он изменил меня. И отвечая на этот вопрос, я хочу, чтобы мы знали, что теологически мы не сможем объяснить им, кто такой Дух Святой. Нам необходимо все равно направить их к Ишуа. и чтобы Ишуа был главным и фокусом. И чтобы привести их к Ишуа, чтобы они приняли. И, конечно, Дух Святой это будет тот, который просветит их разум. Ишуа. Потому что Дух Святой это его работа, которая направит его к Ишуа. И Дух Святой изменит их. очень простой ответ, но я думаю, что это самый лучший ответ, который я смог бы дать. Я просто хочу уточнить вопрос. Вопрос звучит так. Как объяснить ортодоксальному еврею, что происходит с человеком во время рождения свыше? Maybe just to make more clear how to explain to Orthodox Jew what happened to a person when he's born again. Being born again, how to explain. How to be born again? Yeah. What inside happens. Okay. Well, just like when Nicodemus was speaking to Yeshua, and Yeshua said, unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. And of course, this was a big shock to Nicodemus, he never heard such a thing. So it doesn't matter if it's a shock or if it's something new to them. And of course, it was a big shock to Nicodemus, it would be for these people, for whom you are talking about. But as far as what happens inside, when they're born again, but as far as what happens inside, when they're born again, I would just explain to them that without the Holy Spirit, their spirit is dead. I would say I would say that without the Holy Spirit comes to live in them, then their spirit will come alive again. But when they're born again, and the Holy Spirit comes to live in them, then they'll be alive to God, they basically pass from death to life. And when they're born again, and the Holy Spirit comes to live in them, then their spirit comes to live in them. Ruach. Yeah. The Holy Spirit, the Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. What about Ruach of a person comes alive? When Ruach HaKodesh comes in, then Ruach of a person comes alive. That's what I just said. Yeah. Yeah. That's what I translate. Okay. Yeah. Yeah. Because when, 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 when God said to Adam and Eve that if they sin, they're going to die, or if they eat or eat or eat, they're going to die, so the human spirit is dead spiritually. And when our Spirit is made alive when the Holy Spirit comes into us for the first time. When He first is入ed in our lives, then our human spirit is alive. Amen. Amen. She said she was asking for a long time. Sure. That's fine. у меня такой вопрос в отношении пожилых людей я разговаривала с мужчиной пожилым который пережил холокост он говорит объясните мне любовь Бога к тем евреям погибшим миллионам объясните мне любовь Бога и где был еще спаситель который ну столько жертв и геноцида в тот момент столько миллионов вот такой вопрос конкретно talking to holocaust or those who went through hard time and basically through war and they said tell where is love that God has for Jewish people that he allowed things like that to happen это очень большой вопрос и это очень большое возражение для меня это самый такой сильный ответ ответить на этот вопрос и я задаю вопрос когда что-то плохое происходит почему мы все время относим это к Богу потому что это человеческая природа что когда когда что-то плохо происходит мы всегда обвиняем Бога и мой ответ да это трагедия но мы живем в грешном мире и да есть вот этот пример что люди прошли через холокост многие прошли через холокост и они стали верующими вешуа или они были верующими вешуа или же они они стали верующими после холокоста или когда уехали в Германию я знаю что очень трудно отделить вопрос то что произошло во время холокоста и с Богом но если рассматривать этот вопрос страна Израиль она возникла как результат того что произошло из-за этой трагедии и родилась страна Израиль и есть черта подведена что Бог Бог любви и Бог Он добрый Бог и многие евреи они воспринимают Бога как Бога грозного страшного и Бога суди но я бы их направлял к историям тех людей которые прошли холокост и которые прошли и они остались победными в своей жизни в прощении или Кори Тембум книга которая как она по-русски называется отверженная книга как они попали в лагерь из-за того что они помогали евреям и сестра даже умерла в лагере если вы читали эту книгу то вы там увидите доброту Божью которую она описывала будучи там в лагере и благодарности которую она описывала Богу что я пытаюсь сделать это отделить кто есть Бог от ситуации что произошло в холокосте не соединять и на самом деле это нацисты которые отвечают которые ответственны за то что произошло во время холокоста и провозглашать и показывать свою любовь и проявлять свою любовь к этим людям которые прожили холокост даже вчера мы проводили интервью с человеком который выжил холокост где-то 15 лет назад она приняла Господа ее мама была убита бабушка была убита во время холокоста и будучи пятилетним ребенком последний раз она увидела свою маму и бабушку но в процессе разговора она все время говорила о доброте Бога и благодарила благодарность Богу за то что она жива сегодня что Бог что Бог спас ее и что Бог был верен в том что Он ее сохранил и она даже благодарила вчера государство Германии она благодарила потому что говорила что деньги которые они сейчас ей высылают помогают ей выжить и операции проводить которые так необходимы были ей я был удивлен насколько она была положительно высказывалась и вообще ее состояние где другой человек мог бы пройти через то же самое через то же самое что она прошла и тот человек мог бы быть негативным и видеть только плохое и говорить только о плохом я раньше страдал с этим этот вопрос стоял у меня тот же самый потому что моя семья тоже погибла во время Холокоста и я помню 25 лет назад один верующий проповедовал и я никогда не забыл эту проповедь я хочу найти место в Писании которое он использовал это книга 1 Иоанна 1 глава и 5 стих 1 Иоанна 1 глава 5 стих и вот благовествие которое мы слышали от Него и возвещаем вам Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы и нету тьмы в Боге вообще это значит что никто не может или не имеет права обвинить Бога в том что что-то темное произошло потому что Он есть свет и это наша падшая человеческая природа которая если что-то плохо происходит мы автоматически стараемся обвинить в этом Бога и когда такие случаи происходят старайтесь разделять то что человеческие действия сделаны по отношению к человеку и Божьи и показать кто есть Бог что Бог есть свет и в Нем нет тьмы конечно же если вы пытаетесь достичь и привести еврейского человека к спасению я бы делал ударение на доброте Божьей а не на суде вы знаете что этот вопрос стоял передо мной тоже потому что я имел вопросы по отношению к Холокосту и однажды я когда молился Бог дал мне откровение если вы помните в книге Эсфирь когда Аман хотел уничтожить весь еврейский народ Эсфирь она ходатайствовала и она попросила народ постился и молился и как результат потом все изменилось и евреи смогли взять оружие в руки свои и они могли драться и как результат вавилоняне они пострадали от рук евреев но не евреи пострадали почему потому что все евреи они обратили свои сердца к Богу и они одержали победу даже в чужой земле они победили врага и вы знаете что до сегодняшнего дня мы празднуем Пурим мы празднуем эту победу то же самое есть описание в книге исход там где на косяках дверей кровью помазывали и первородные в египетской семье они были мертвы а в еврейской семье все оставались живы и я верю что когда я молился Господу Господь проговорил ко мне и я получил ответ что это произошло потому что они не окропили кровью свои дома и ангел смерти не прошел мимо их я лично верю что если бы было массовое покаяние и принятие Ишуа то не было бы столько людей которые погибли но это лично мое личное убеждение это мое верование это мое личное то что я верю но из-за того что это уже произошло я не могу делиться этим откровением еще есть еврейские возражения да да я когда общаюсь с евреями у меня много друзей и родственников I have many Jewish friends and my relatives live in Israel я им проповедую I preached the gospel to them and my relatives went to different denomination что вот недавно мой друг приезжал из Израиля и говорит ты знаешь но я все равно пришел к тому мнению что все-таки то что ты говоришь Иисус Христос он сын Бога он я думаю он не сын Бога он такой же Иисус как и пол Израиля называют детей именами Иисуса что он такой же ребенок как и все но в принципе такой вопрос уже был задан я переведу вы продолжите что он не сын Бога что он просто такой же еврей как и мы все и израиль назван этим именем они все went to different churches or different denomination even in Israel just because I recommended and when he came recently he said you know like I've been everywhere I've seen what's going on in Israel so I believe that Jesus I mean that you're talking about he's the same like half of Israel they call their children Jesus name like Yeshua and so he was just like regular boy like half of Israel name so now he is just he he is he just a philosopher he is a man he is a Jew and he is a son of a carpenter son yeah yeah so that's a pretty common objection basically that Yeshua was just a man Ишуа был просто человек. Мой отец имел это же возражение. Но все-таки мы возвращаемся к одному. Когда люди пытаются полностью очеловечить Иисуса и убрать полностью Божество от Него, это практически как подход Евангелия. Где у нас это? Татьяна. Ладно. А, это как апатия. Человек не интересен, не интересуется вообще. Безразличный. Вы не можете заставить или кого-то поверить, что, кто есть Бог. И что Он есть Мессия. И что-то показывает, что пелена находится на Его глазах. Все еще. Все еще тьма, все еще слепота. Все, что мы можем делать, это просто молиться и просить, чтобы Бог убирал эту слепоту и пелену с глаз Его. Но если мы сомневаемся, или мы не уверены, кто является Иисусом для нас лично, и если наша убежденность и наша стойкость, она приведет их к спасению, к вере. Чтобы мы не были разочарованы, чтобы, в том, что мы, когда мы говорим. Я был преследуем своей семьей, когда я покаялся. Мой дедушка даже не захотел прийти на мою свадьбу. Мой отец хотел послать меня в место, там, где репрограммируют тебя обратно. Все мои родственники, они ортодоксальные евреи. И все, перед тем, как они отошли в вечность, они покаялись. И они сейчас с Господом. И, конечно, я же отдаю всю славу Господу. Но в моих убеждениях я не сомневаюсь, я не отхожу от того, что я верю. И моя вера, она еще больше утверждается тогда, когда они не верят. И будучи евреями и верующими, мы должны как никогда еще больше быть стойкими и утвержденными в вере. И не расстраиваться с нашими семьями, потому что это будет. И не быть отвергнутыми, и не чувствовать это отвержение лично, потому что это может произойти, вы можете это чувствовать. Потому что мы, евреи, чувствовали отвержение столько много тысяч лет, что как верующие мы должны быть очень внимательны, чтобы не принимать это отвержение. И я верю, что это приведет их к вере. Но замечательные вопросы. Я думаю, что у нас сейчас перерыв. И тогда будет последний урок.